Квартал у нас женский, но, несмотря на это, к нам с радостью приходят популярные мужчины. Не только музыканты и актёры, но и известные спортсмены. И в следующем номере нам поможет один из лучших спортсменов страны. Кто именно? Спокойненько сейчас, девочки, скоро всё сами увидите. Итак, номер очень простой. Какого бы парня не привела домой девушка, мама всегда найдёт к чему придраться. Мамуль, привет. Доця, привет. Слушай, я хочу тебя где-то с кем познайомить. Ой, донечка, ну, наконец-то мама дочекалася. Ну, что ж ты стоишь? Давай, веди того нареченного. Давай, быстрее, давай. Мама. Жанна, заходь. Заходь, заходь, заходь. Мам, знайомся. Жан Беленюк, чемпион світу и Европы с боротьбой. Мій хлопец. Йосип Сліпенький. Ой, ой, мені шось в очах потемніло, додоця, нічого не каже. Ой, ой, ой. Амой, помой. А, ні, не потемніло. О, мам, ну, шо ти? Ну, ця, ти в своєму розумі. Ти його бачила? Ну, в смислі? В смислі, він не нашої крові. Ну, мам, так, він темношкірий. Тільки я дуже тепло, що не каже при ньому слово на букву Н. Слово на букву Н? Добрий день, привезли бляху. Так він ший наркоман, да? Мама. Наркоман, так, не мамка мені тут, мамка. Маму, ну, ти подивись. Він такий самий, як і я. Додоця, при чому тут ти? Всі знають, що ти така народилася. Бо коли я була вагітна, невдало зробила рентгент. Пересвітила. Мама, і де тобі робили той рентген? В поліклініці? Ну, скажімо, гуртожиток медучилища, медична установа? Медична. Ой, мам, в ці казки вірить тільки тато. А от тата ти, доню, не трогай. Тато хороша людина. От тільки довірливий, але охороша. Мам, ну, ну, шо ти починаєш? Ну, добре, добре. Сідай. Ну, сідай, чудо ти наше. Ой. Ну, і як тебе, тебе звати Олімпіада 80? А? Жан. А, Жан. Креативно. Креативно. Прямо як кон'як. Ну, мам, ну, мам. Ну, Жан, дочу ти мою знаєш. А мене звати тетя Таня. Тетя Таня, запам'ятав? А там під столом десь ходить наш несъєдобний. Запам'ятав, несъєдобний Кіт Тарас. Ну, мам. Ферштейн, а? Доча, а шо він? Ні Б, ні Му, ні Кукуріку. Він шо, глухонімий? Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Трясця, твоїй матері. Він ще й Москаль? Ну, мама, ну, мама. Ну, Жан, поміж іншим, відомий спортсмен. Ага, ага. Відомий спортсмен. Нащадок короля Кеніїда. Я всі ці історії чула в гуртожитку медучилище. Поїси трошки. Ну, чим ти займаєшся, Жан? Та нічо, що я говорю повільно, без Рими, не під музику, я? Ну, мама, я ж казала, він спортсмен. Ну, так чим ти займаєшся, спортсмен, а? Я займаюся греко-римською борьбою. Ні. Греко-римська нам не підходить. Ми православні. Ні в якому разі, доня. Ну, мам, ну що ти? Ладно. Де збираєтеся жити? Ну, мамуль, знаєш, як кажуть? З любимим рай і в шалаше. Тобто поїдеш до нього в джунглі, так? Мама, Жану за олімпійську медаль в 2016-му квартиру виділили. Правда, вони ще її не віддали, але Жан, віречі, через півроку віддадуть. Так ти ж і дурачок, Жан, да? Ну, мама, ну. Дурачок, да? Боже, доця, де ти його знайшла, а? Мам, на домі двоє чіплялись, за руки хапали, обіймати слізли, а Жан їх розкидав. Одна шо, Жан, а? Хто тебе просив, Жан? Мам, ну вони п'яні були. Доня, от що в тебе за стереотипи? Якщо п'яний, то значить поганий, а? З твоїм підходом ми би з твоїм татом взагалі би ніколи не познайомилися. Таня! А, ось і так. Таня, де ви є, е? Таня. Прошу. Тархун мені в очі, Таня. Це шо таке хується? Таня, а? Це дотя привела, о, нареченого, познайомся. Ох, це наречений. О, я думав, син такий самий народився. Славік, ну який син, йому 27 років, як він міг зараз народитися, а? Шо, Елінка теж одразу дворічною народилася, і шо? Я читав, знаєш, це від рентгену такі мутації бувають, це жорстко, ладно. Давай, знайомий десь з тобою, шо ти. Па-па-па-па-па-па-па. Угу, угу, отро. Як тебе звати? Славік, а ти? Жан. Жан, Жан, шось знайоме, Жан, Жан. А, стюардес. Жан, стюардес, точно. Танька, нехай він залишається. Від нього багато користі буде. Я тебе кажу, завтра ж візьму Елінку, візьму його за руки, підемо до голови сільради, скажу, Макарич, йоханний бабай, шо ти робиш, а? Ти, ну подивись на людей, ти коли гарячу воду в селі включиш, а? А? Молодець, молодець, Славік. Нормально зоживемо. Купим машину на літовських номерах. Наших же зупиняй. А тут одразу буде видно, що іноземець їдемо. А ви, який кремезний, гарний хлопець, такий чіткий. В господарстві буде допомога. В нас город 50 соток, дві корови. Кришу треба перекрити. Так. Криницю викопати. Це все завтра. Угу, угу. А потім ще щось придумали. Давай, 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 продовжуй. Зараз він сам може втече. Давай. Я думаю, давай ти краще. Я й не можу. Давай. Ну, мам. Ну, добре. Ладно, Жан. Давай, показуй, що там в тебе за борьба. Мама, Жан жінку не чіпатиме. Ну, тоді, доня, я взагалі не розумію смисел ваших відносин. Давай, Жан. Мама ходила на сумо. Давай. Зараз чуть-чуть розімнуся. Давай. Давай. Доця, виходь за нього заміч. Якщо ти за нього не підеш, я сама за нього піду. Боже, красавчик. Я тебе зараз... Ну, вставай быстро. Давай. Вставай сказати біжу. Вставай. Все, поїхали. Ваші облески у гостях у жіночого кварталу. Чемпіон світу з рекордстої боротьби Жан Пеленьок. Автор 95-го кварталу Євгеній Кошовий. Дякую. Таня Песик. Эллина Мбани. Євгеній Квартал. Водки не здесь смеються над собой. Це жетський квартал. Есть такий китайський іероглиф, де две жінки нарисованы под одной крышей. Он переводится как «серьезна проблема». А когда под одной крышей собирается больше десяти женщин, то это уже сюжет английского детектива. Извините, мне пришло приглашение на этот адрес. Да, проходите. Хозяйка скоро спустится. Хорошо. Скажите, а нормальный ужин будет? Или мне вот этими пробниками надо перебиваться? Здрасте, а вы не знаете, кто нас тут собрал? Нет, но я думаю, что это какой-то кастинг. Ну, судя по нам, то это кастинг на супермодель по-украински. А судя по ним, то я срублю своего тела. Не, ну живут же люди, а. Она же сразу видна, когда люди богатые, да? Вы видите, там в прихожей аж две монолизы висит, а? Знаете, девочки, я вчера видела фильм «Десять негритят», так там тоже незнакомых людей собирали, а потом по одному убивали. Так ты только давай нас в целой земельной разборке не впутывай, а. Дамы, минуточку внимания. Хозяйка дома. Добрый вечер, Олана Юрьевна. Добрый вечер, дамы. Добрый. Не скажу, что рада вас видеть, но эта встреча была необходима. Я собрала вас здесь по поводу Бориса. Бориса Михайловича. Да, Танечка, для вас Борис Михайлович, для меня Борис, для кого-то Боренька, Борсучок, Борюся, Боров. Ты понимаешь, о чем она? Все вы наверняка смотрите новости и знаете о том, что происходит в мире. Цена на нефть падает, добыча алмазов сокращается, мировая экономика на грани краха. Но все это мелочи по сравнению с теми убытками, которые терпит в последнее время акционерное общество Ника Пальяйцо. Хозяином которого является кто, Танечка? Борис Михайлович. Совершенно верно. Кстати, познакомьтесь, это Таня, секретарь Бориса. Олена Юрьевна, взбитки действительно очень жахливые, поэтому я, как знала, взяла все документы, графики, сейчас швиденько сделаю презентацию. Не нужно, Танечка. Сядьте, пожалуйста, вы здесь совершенно по другой причине, как, впрочем, и все остальные. Я наняла детектива, и теперь у меня на руках фотографии, на которых отчетливо видно, как мой муж вкладывает свои инвестиции в каждую из вас. Все помнят или сделать презентацию? Вы что, намекаете, что мы все спали с вашим мужем? Боже, я смотрю, вы не только красивая, но и умная. Позвольте я вас представлю. Дамы, помните, в мае мы все прошли курс антибиотиков? Так вот, это Лера. А с остальными я не так близко знакома. Надо же, какая экзотика. Ах, вот те духи, которые меня так раздражали. А вам я советую поменять помаду. Ну и что не так с моей помадой? Она плохо отстирывается. Спасибо, Настенька. Елена Юрьевна, я вам больше не нужна. Я, наверное, пойду к себе, да? Ну что вы, зачем же к себе? Оставайтесь. Зря, что ли, у нас по всему дому камеры стоят. И в кухне, и в коридоре, и в погребе. О, господи, мамочки мои. Если по изображению я сомневалась, то по звуку полное совпадение. Слушайте, а давайте как-то по существу, а? А вот как вы сюда попали, для меня вообще загадка. Это, наверное, в рамках государственной программы «Помощь селам», да? Слышь, ты говори, что хотела. Потому что я не знаю, как вы, да? А я very, very busy, как говорят у нас на Хмельницком рынке. У меня там фура с колотами, а я тут участвую в вашем психологическом экскременте. Я сейчас правильно сказала? Вы совершенно правы. Ну что ж, тогда к делу. Я не собираюсь устраивать здесь истерики, скандалы или бить кому-то морду. Вот это очень правильно с вашей стороны. Я просто хочу, чтобы у меня все было, как раньше. Чтобы я по-прежнему могла ездить отдыхать, одеваться, чтобы мне хватало денег на фитнес-тренера. Мне кажется, вы прибедняетесь, ну, Рилли. Но я никогда не поверю, что вам не хватает на фитнес. Милочка моя, фитнес и фитнес-тренер — это совершенно разные вещи. Короче говоря, никопольская птицефабрика уже не тянет нас всех, поэтому я предлагаю сократить количество куриц. Всем понятно? Олена Юрьевна, я вибачаюся, але там трішки не так. За технологией чим більше курок, тем більше яец. Танечка, то, что вы разбираетесь в яйцах, даже лучше, чем положено работнику птицефабрики. О, Господи, мамочки мои. Так вот это мне хорошо известно, поэтому будьте так добры, закройте свой клюв. Итак, я все посчитала. Половина должна уйти. Не, ну это просто. Так тут. Раз, два. Юрьевна, тебя же тоже как курицу считать, а? Я перепрошу. Олана Юрьевна, не можно скорочевать. Борис Михайлович завжди каже, что дружина то есть святая. Умеете вы подлезать руководителю? Боже, какой вечер замечательный. Что ни скажи, все имеет двойной смысл. Не находите? Итак, трое. Может быть, кто-то сам? Есть добровольцы? М? Нет? Ну что ж, тогда так. Мой муж искал у вас те качества, которых нет у меня. Поэтому уходят тупая, легкодоступная и темненькая. Извините, а что такое легкодоступная? Я поняла. Две тупых и темненькая. А что значит темненькая? Что за расизм? А действительно, что-то вы пристали к экзотике. Между прочим, рабство давно отменили. Так что ты свободна. Иди, иди. Знаете что? А я уйду. Причем с удовольствием. Я с самого начала чувствую себя здесь белой вороной. Ой, ну прямо в точку, а? Это что надо так подметить? Послушайте, а вы активная, может, тоже уйдете? Нет, нет, нет. Мне здесь все нравится. Я с удовольствием посижу до полуфинала. У меня есть предложение. Давайте тянуть спички. О, это хорошая идея, да. Если ты про свои ноги, так берегите они в сторону двери. Давай, вперед пошла. Знаете что? Эти ноги рекламировали колготки. Эти руки рекламировали бриллианты. Ну а эти губы рекламировали губную помаду. Логично. Целиком это зрелище не для слабонервных. Ой, антибиотик, скучно без тебя будет. Но здоровье дороже, так что иди, давай, вперед. Да и пойду. Я таких, как Борис Михайлович, хоть десять найду. А ты смотри, когда будешь искать, чтоб тебя фура не сбила. Ой, блин, фура. Кооты, девочки, ну давайте как-то поторапливаться. Действительно, дамы. Не останавливаемся, продолжаем ссориться. Ой, какой интересный поворот. А я стояла, что первая одесса секретарша. Что, я? А может, это вам же час піти? И взагалі, Олена Юрьевна, честно, я не розумію, шо вона там таке вміє, шо так себе поводить. Нет, нет, дорогуша. Я ради этого мужчины слишком многим пожертвовала. Я ради него предала лучшую подругу. Кого? Меня. О, господи, боженьки мои. Я извиняюсь. Никто не помнит, на кой машине я приехала. Не надо смотреть на меня, как на дуру. Там семь красных мини-куперов. Молодец, Боречка, вообще не заморачивается. Послушай, дорогуша, может, ты хотя бы номера свои знаешь? Знаю. Но там у всех семерки на номерах, а буквы я не помню. Нет, ну мы в школе моделей буквы проходили. Но я в это время болела. Я даже догадываюсь, чем. Так, милочка, берите любую машину и едьте, едьте, давай. Девчонки, а может быть тайм-аут? Где же наша шампанка? Давайте, давайте, давайте. Э, Леопард, иди к водопою. У нас перемирье. Так. У всех есть шампанское. Ну что? На коня, Танюш? А, а что? Я извинена? Зачкайте, я знаю, это же много способов. Скоро это витрата. Так, если мы можем разделиться за днями тижня, смешить наше... Так что, тих, 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 тих. А кто поставил секретаршу на ускоренную перемотку, а? Юрина, можно тебя на секундочку? Знаешь, ну, я бы на твоем месте вот так бы не оречилась, да? Ну, это же все-таки секретарша. Ну, на нее, ну, явно половина бизнеса переписана, а? Да, Танюш? Что? А, так, 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 так. Вот видишь, как хорошо получается. Она вместо тебя пару раз полежала. Но если шо, вместо тебя и посидит, а? Хорошо? А мне вот интересен другой вопрос. Смотрите. Я, ты, Ленчик, экзотика, леопард, секретарша, антибиотик, а чей седьмой имени Купер? О, господи, боженьки мои. Настенька, а мы про вас и забыли. Настя, а что вы делаете? Настя, что вы пьете? Насколько я знаю, вам совершенно нельзя пить. Нельзя. Да, и сейчас вы увидите, почему. Елена Юрьевна. Настя, спокойно. Елена Юрьевна. Настя. Может, полицию выключим? Нет, 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 минус один нам как раз на руку. Куда? Что? Куда? Что такое? Куда по помытому? Эх, вы все, тьфу. Вам же от него нужны только деньги. А мне нужен он. Мы с ним познакомились в четыре года, когда он вот такой был, а я вот такая. Да мы в школе, на физкультуре рядом стояли. Сначала я, потом все, а потом он. А вот когда его в армию забрали, да, да, я же его не дождалась, да, я тоже служить пошла. А вот когда у него на фабрике план не выполнялся, я, чтобы он не расстраивался, я, чтобы он не расстраивался, я яичко в магазине покупала и под курочек подкладывала. А в сексе, в сексе, когда у него не получалось, я так кричала, что у него от страха получалось. А вы, тьфу, на вас. Так, тихо, я не ругаться. Короче, еду я мимо гостиницы, смотрю, его машина. Да, девочки, там все, там цветы, шампанское закрылись в номере. Короче, экзотика их сейчас там пасет. Давайте что-то решать. Так, я поняла. Это та блонда, ресторатор. Не-не-не-не, ту нимка с конференции. Нет, мимо обе и мимо, вообще мимо. Кто? Ваш фитнес-тренер. Послушайте, дорогуша, этого не может быть. Может быть, они там просто спортом занимаются? Ухода стоит еще один красный мини-купер. Так, девочки. Друзья, если до этого момента наша история была похожа на фильм «Гараж», то с этой минуты начинаются 10 негретят. Девочки, по мини-куперам, займи-ка поль яйцо! Займи-ка поль яйцо! Друзья, как вы поняли, коллектив у нас большой, звездный, и поэтому очень сложно все учесть. Кому-то для выхода на сцену нужен особый грим, кому-то костюм, кому-то музыка. Но у нас появилась одна актриса с одним очень скромным требованием. Для того, чтобы она вышла на сцену, нужно, чтобы все остальные с нее ушли. В сольном жанре стендап. Сегодня Лера Мандзюк. Встречай! Привіт, Киев! Всім привіт! Мене звати Лера. Я из Закарпаття. Не треба мене жаліти. Все нормально. Все нормально. Я змирилась, я переїду. Насправді, все не так і погано. Все еще хуже. Я из маленького села, из Закарпаття. И я в связи с этим хочу вас запитать. Ви не против, если я буду говорить не так, не совсем украинскую, не на российский, а так маленько по-закарпатську? Не против? Стопе, стопе, ребята. Можете не отвечать? Мені, в принципе, все равно. Я и так так буду говорить. Спокойтесь. Я просто інак не годна. Мене все життя тому вчили. І я десь читала, що... Да, я знаю читати. Бачу легкий шок у вас в очах. Я десь читала, що для того, щоб сучасна дитина виросла соціально адаптованою, адекватною, її самого дитинства треба привчати до різних масових заходів, до соціальних движух. Згадала своє дитинство у краях, де я виросла. І помню, що єдині масові заходи, на які водили нас, то були похорони. І якщо ваші діти в місті чекають, що приїде цирк, ляльковий театр, построєт аквапарк, ми тупо чекали, що когось умре. І ви заметили, як люди із села бояться всього, що пов'язано з городом. Мені моя мама все казала. Не їдь у город. Тебе там і знасилують. Нєт. Я вже кілька років живу в городі, і от нєт. Поки тихо. Поки чекаю. І я раніше виступала із стендапом лише на відкритих мікрофонах, в маленьких кафе, де люди випивали, їли. Так, що кітькось узяв бутерброди на концерт, можете доставати. Я єдина, кого то не смущає. І я впевнена, якщо чесно, що моя мама бажає мені лише добра. І чогось вона впевнена, що добро в мене може настати лише в стані заміжжя. От дуже проста ситуація. Вона недавно заплатила гроші монахові, щоб той молився за моє благополуччя, і щоб я чим скорше вийшла заміж. Розумієте, так? І з тих пір, кожен раз, коли мені хтось пише, коли хтось до мене залицяється на вулиці, бо мені дзвонить, я зразу питаю, ти от монаха? Ти от нього? Якщо він каже, ні, то і є той монах. Я просто чекаю дзвіночка, а то може бути хоч хто. І я вже брала, якщо чесно, участь у гумористичних програмах. Це була програма «Розсміши коміка». І я успішно досить виступила. Я виграла. І ясне діло, в першу чергу, що? Дзвоню мамі, кажу, мам, хвалитися, алло, я щас в Києві на «Розсміши коміка» виграла 50 тисяч гривень. Знаєте, що сказала моя мама? Ну, круто. Тепер у мене заберуть субсидію. І якусь частину з тих грошей, виграша, я ясне діло подарила мамі. І знаєте, на що вона їх потратила? Вона купила туї. Туї. Знаєте, що таке туї? Тут так маленькі, зелені ялиночки. І, в принципі, я не проти. Ну, дивіться, мам. Середня тривалість життя жінки в Україні 65 років. Вам уже, золота моя, 67. Вам не видатись, що вони в то дерево гроші вклали? Задумайтеся, ми багаті люди, ми можемо собі дозволити дуб. Розумієте? І я, якщо чесно, досить з недовірою ставлюся до телебачення, хоча я беру в ньому участь. І щось поясню, чого. От ви замітили, що є на телебаченні програми, коли назва не зовсім відповідає тому, що проїсходить в самій програмі. От ви замітили, що в шоу танцюють всі, танцюють не всі. Там є четверо людей, які опреділянно не двигаються. Бачили програму «Я соромлюся свого тіла»? Мені видиться, теж не зостыковочка, того, що якщо б я соромилася свого тіла, я б вряд лісувала його в телевізор. Мені видиться, що я б закрилася десь в подвальному приміщенні без світла і без дзеркал. Ні-ні-ні-ні-ні, я не намікаю на то, що треба тих людей закрити в подвалі, так, ну а якщо продюсерам прийде така ідея в голову, я не проти, я нєт. І є дуже позитивна програма на українському телебаченні, програма «Все буде добре». В принципі, до програми і до назви питань нема. Є питання, коли? Коли вже, сидиме, чекаємо. І, дякую. Стосовно шоу, стосовно програми «Жіночий квартал», мені коли позвонили, я була в шоці, дзвонять мені, просять взяти участь із стендапом, позвонили, і я зразу питаю, ви от монаха, ви от нього? Я просто чекаю зміночок, а то може бути хоч хто? І як бачите, я согласилася, взяла участь і переконалася в тому, що в цьому шоу все правда. «Квартал» дійсно жіночий, я бачила, коли вони переодівалися, там все нормально, все хорошо. Це я вияснила, і ще виясню, що таке «Квартал», і обов'язково вам розкажу, але вже в другий раз. Це був стендап у «Жіночому кварталі». Дякую. Существує множество стереотипів о жінчинах, але найпопулярніше з них – це то, що блондинки тупі. Мужчины дуже любят шутити на цю тему. Ми так подумали, знаєте що? Ми тож в цьому неплохо розбираємся. І так, представте, блондинка в похоронному бюро… Подождите, ух, щас по-другому скажу. Блондинка в бюро ритуальних… ще хуже. Давайте. Блондинка в необычному офісі. Блондинка в бюро ритуальних… Блондинка в бюро ритуальних… Блондинка в бюро ритуальних… Блондинка в бюро ритуальних… Чубачичи. Ну, знаєте, а ви обратились по адресу. А, соняга. У нас ще ни один клиент не жаловался. Какой хотите гроб? Так, сразу стоп. Що це за слово таке? Греб? Давайте нормально назовем как-то, типа, ластбокс. Последняя коробка. Круто звучит, да? Так вот, значит, я хочу, чтобы ластбокс был открытым, чтобы несли меня быстро. Вот прям очень быстро, чтобы у меня волосы развивались, типа, я в кабриалете еду. Интересно. Да, и еще положите меня на левую сторону, потому что у меня рабочая правая. Слушайте, а какие вообще ластбоксы есть? Что сейчас люди носят, а то я не в теме вообще. Смотрите вот. Ой, ну это плохо, плохо. Так, а дизайнерские есть какие-то? Просто люблю в лухури лежать. Да. Филипп Лайн есть? Вот этот его фирменный череп со стразиком не будет прям кстати. Вот именно Филипп Лайна нет. Печалька. Ну, давайте, смотрите. Я влезу в чемодан Луи Виттон, да, и тогда мне просто не нести можно будет, а вот так вот катить за ручку. Ой, как удобно. Ага, давайте, давайте. А какая обивочка в вашем вот этом чемоданчике? Так, не надо вот эту свою безвкусицу мне впаривать. Никакой обивки. Пусть там все будет грубо в стиле лофт. Лофт. Да. Я поняла. Хорошо. Ну, а за чемоданом должен идти оркестр. Джизис Крайс. Вы уверены, что вы лучшие? Не, ну, ну. Диджей должен идти за ластбоксом. Диджей. Какой диджей? А хотя нет, не надо о Виче. Он меня на свои похороны не приглашал, вот и я его не буду, правильно? Ну, хорошо. Кстати, слово такое похороны, да? Что, тоже не нравится? Не нравится. Давайте нормально назовем, типа Black Party. Black Party. Да. Хорошо, да, да, хорошо. А давайте еще выберем вашу фотографию. А, это есть у меня, да. Слава Богу. Тут я подготовилась. Смотрите, хочу, чтобы вот это фото несли. А вы уверены? А вы не заметили? Здесь 1200 лайков. Уверена ли я? Подождите, вы хотите, чтобы в рамочке стояла ваша задница с черной ленточкой? Да? А, чудесно. И еще очень важно, через неделю после похорон обязательно запишите меня на маникюр. Обязательно. А зачем? А вы не в курсе, да? После смерти ногти продолжают расти. Собери, женщина! Ну, я поняла. Хорошо. Хорошо, давайте выберем памятник или плита. Точно плита. Плита. Не плита. А деск. О, деск. Скажите, а есть ли такая опция, чтобы на деске не писать дату рождения? Почему? Ну, чтобы Тимурчик не узнал, сколько мне лет. Там еще и Тимурчик есть чудесно. А что ж тогда писать будем? А вы имеете в виду статус какой, да? Да, да, статус. Ага. Ну, тут надо подумать. Тут надо подумать, должно быть что-то такое философское, глубокое, типа вот большими буквами на весь деск все сложно. Да, действительно. Тут все очень сложно. А еще лучше интерактивный деск, планшет, чтобы можно было фотки менять. Типа, зимой я, хопа, в шапочке, в шапочке. На Пасху, хопа, с яичком. Хоп, с яичком. Класс. Шапочки, яички, я запомню. Хорошо, а поп на ваших вот этих вечеринках будет? Поп, значит, да. Ну, смотрите, максимум одна-две песни. А так в основном минимал. Ага. Или дип-хаус какой-то, вот такой, знаете, ну, похороны все-таки, да? Ну да, все-таки похороны надо же потанцевать. Хорошо. А на каком кладбище будем хоронить? На Байковом? Давайте лучше на Лайковом. А давайте на Лайковом. Спасибо. Давайте. Поменяем название. Ага. Так, девушка, давайте подытожим все, что вы тут напридумали. А давайте. Итак, мы вас везем в чемодане Луи Виттон. Ага. За вами идет диджей. Перед вами стоит фотография вашей задницы с черной ленточкой. Поп играет вот этот минимал ваш, да? Хорошо. А все это проведет дядя Жора, а? А кто это? А не важно, только он и согласится. Ну, смотрите, как-то скучновато немножечко, да? Ну, не но. Мне кажется. А может, у вас есть какие-то предложения? А у меня есть. У меня есть. А ну-ка, я выслушаю. У вас есть прекрасная опция. Вас кремируют и развеивают этот прах в знаковом для вас месте. Шикарно. Вот. Вот только вряд ли в караоке на Саксаганского разрешат развить мой прах. Так, ладно, давайте что-то придумаем, чтобы это все было интересно. Что там обычно? Интерактивы, да? Интерактив давайте. Вот пусть все гости на мне, значит, задувают свечи, типа, все. Все. Или, не-не-не-не, давайте конкурсы, конкурсы, типа, укради покойницу, да? Или выпейте стуфли, да? Хотя нет, вы правы, к черту конкурсы. Давайте фокусника. Открывайте. Смотрите, он, значит, меня закрывает. Закрывает. Открывает, а там... Кролик. О, Господи. Вы чувствуете идеи? Я прям ощущаю, как идеи просто. Так, что еще? Что еще? Так нам нужен концепшн мероприятие, типа, великий Гэтсбей, там ковбойская вечеринка, вы правы, к черту ковбоя. Давайте пиратов. Давайте. Значит, черный ластбокс с парусами у меня на плечо попуга. Естественно, тоже мертвый, да? Естественно. А хотя... Нет. Что сейчас модно? Сейчас модно квесты. А, квесты, да. Смотрите, значит, вы меня закапываете. Так, с удовольствием. В тайном месте, типа, я клад. А все остальные меня ищут. А, пусть ищут. Ага. И еще, знаете, вот когда будете закапывать, вы меня, знаешь, не ровненько, а вот так немножко наискосок, вот как я паркуюсь, да? И еще, чтобы все гости вот бросали туда в могилку, значит, горсть кокаина, типа. А зачем? А пусть люди плачут. А? Да. И еще, это очень важно, очень важно, похороните со мной мою собачку Чичи. Чичи? Чичи. Но если Чичи не умрет до этого времени, ее надо усыпить. Вы в своем уме? Что? Ну вы живодер или что? Ну что значит усыпить? Ну нет, конечно, если не умрет, хороните живьем. Да. Опачки. Я хочу, чтобы мне вернули мои деньги. Женщина, вы кто? Не узнаете, да? Нет. Алло, вы меня вчера похоронили. И как все прошло? Это хорошо, что я решила притвориться, чтобы проверить. Я возмущена. Мероприятие отстой. Ведущий дядя Жора, да? Скука смертная. Конкурсы дебильные, шутки бородатые. Да я сама чуть не умерла на собственных похоронах. О май гадабл. Я хотела супер-мега-лакшери похороны. А это была какая-то ракульская свадьба. Боже, мне было так стыдно. Я лежала там вся красная. Гости ушли, середина мероприятия, не дождавшись торта. Понятное дело, они ушли. Вы встали в гробу и начали давать указания батюшке. Конечно, я встала. Я когда увидела эти пластиковые бокалы, да, это ужас. О, боги. Слушай, если ты решила заказать последнее свое мероприятие в этом вот агентстве, то мой тебе совет. Беги отсюда, кисуль. И вообще, так, без секрета, сейчас модно делать похороны где-то на Бали или в Индии. Там люди в этом разбираются. Сама ты дура. Алло, Сережа, завтра работаем в свадьбу. Разбираем веночки, собираем букетики. Ленточки остались? Так, пиши совет да любовь и работаем!